У нас проходит операция «Мобильный телефон». Значит, во время движения нельзя разговаривать по мобильному телефону. Нарушается. Три дня на то, чтобы достучаться до сознания автомобилистов, которые, несмотря на законы, продолжают во время управления автомобилем разговаривать по телефону. В Московской области сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Мобильник». Внимательно присматриваются прежде всего к тем, у кого в руках телефон. С 19 по 21 декабря в Матическом муниципальном районе проводится операция под названием «Мобильник», в ходе которой будут наказываться водители, нарушающие пункт 2.7 правил дорожного движения. То есть, разговаривающие по мобильному телефону во время движения автомашины без специального устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук. Такое нарушение сотрудники ГИБДД относят к категории самых распространенных и даже приводят цифры статистики. Каждый 20-й водитель не разлучается с телефоном даже в автомобиле. В ходе этого рейда нам встретились трое нарушителей. Вы в курсе, что пунктом правил 2.7 Дорожного движения Федерации запрещается использовать телефон без технического средства, которое обеспечивает ваши переговоры, любые послания сообщений, без участия рук? Да, 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 в курсе. Ну что ж вы так решили наружу? Штраф-то не маленький. Ну, что делать? Жизнь заставила, да, поговорить вас по телефону. Ну, штраф за это полторы тысячи рублей. Ну, 750, я так понимаю, с оплатой в течение... Официально полторы тысячи, но в течение 20 дней, да, это ваше право, если вы оплачиваете, то 50% штрафа. Самая частая отговорка разговорчивых водителей. Нужно было срочно ответить на вызов и в результате штраф. Просто особо важный звонок был, поэтому с семейными обстоятельствами связаны. Ну, вот теперь штраф придется платить. Ну, ничего страшного, оплатим. В правилах дорожного движения написано, любое использование мобильного гаджета за рулем, будь то разговор, написание смс-сообщений, использование программ и игр, отвлекает внимание водителя и не позволяет полностью сосредоточиться на дорожной ситуации, что нередко приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Так что еще раз напоминаем, секундная беспечность может стоить вам здоровья и даже жизни. Рекомендую в этом случае использовать устройство, которое позволит вести переговоры без использования рук, либо громкую связь в автомашинах, она сейчас у многих уже есть. Юлия Федориненко, Денис Петров, информационная программа «День».